ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Дорогие друзья, давайте подогреем аплодисментами ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Я не знаю, жалел или я не знаю, он тебе давал пространство, я не даю пространство, со мной у тебя не получится держать дистанцию, 2 метра работать. Я просто иду вперед, тебе печень, печень и может ты ляжешь во втором или третьем раунде. Ты что думаешь, я тебя боюсь, что ли? Или что? Да ты-то что, куда вы прыгаете? Или что, у вас зоопарка сегодня выпустили. Ты мне, Андрей, я тебе говорю, паклажан. Я паклажан, я буду... Ты будешь тратиться со мной? Да и лизию, хоть почем, хоть вон с двумя выходить. Сделаем стердаун. Стердаун, да, еще один, вот там, видишь, Калачинский, Омский, у тебя поберегу, поберегу, ты главная, Анатуре, себя побереги, до боя дойди и все. Ничего разговора, не нервничайся, смотри мне в глаза. Давай, я буду хайкер, подожди, в глаза, подожди, как ты? Ты Анатуре без хайпа не можешь, ты даже, брат, 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 брата же подошел в минуту, минута славы, брата, Рома, приходи, брат, там у вас. Это моя защита, это твоя. Знаю, все, давайте. Пейс в фей. Пейс в фей, это ты дружина. Олег, держи на него. Он что, investigай. Это тебе минус, честно, я тебе говорю. Дети, что стало у тебя? Подготовимся, что стало? Попал? Если я был, ты сел. Да, если бы ты был, ты бы не вышел, я бы духа не плоти. Вы вспомните, как вы смотрите, как, смотрите, он просто, это потому, что сейчас, знаешь, такая обстановка. Он понимает, что хорошие деньгишки, вот они рядышком, поэтому... Чего дали? Останьте. Всем до свидания, хорошие. На самом деле-то они вот, два котика из Шрека, которые на меня смотрят такими глазками. А зачем ты котикам хочешь драться? Ты котик? Потому что у тебя есть дух, у тебя есть навыки, ты медийная голова. У котов нет духа, он львов есть. Я тебе скажу, я тебя сожру. Смотри, как-то будем, для тебя львом не стал. А ты кто? Я боюсь эссею, если тебе интересно. Классно. Ребята, следующий бой, РЕН-ТВ, Артем Роха, второй, третий раунд, печень ляжет. Всем спасибо, давайте. Персик у нас поедет на этот, шейки его когда-нибудь запустим, перемолим и выкинем его. Давайте попить его сейчас. Артем, слушай, а ты не понял, почему формат гран-при, но при этом, смотри, какая история. Они подрались по правилам ММА с ногами, с партером, а у вас чисто бокс. То есть, как-то несправедливо, не кажется ли? Ну, какой ему со мной ММА? И Тарасову, какой со мной ММА, и этому, какой мой Тарасову. Да, он просто темный человек. Побереги свое здоровье, честно. Вот, и за его вот это вот, не то что не уважение, пренебрежение, знаете, ко мне. Потому что я реально, ну, серьезный спортсмен. А вот это и то, что они там, ну, баку катают, там где-то что-то прыгают, там разговаривают много. Они молодцы, они хорошие шаумены, но при этом уровень ММА нулевой, уровень ММА нулевой, бокс хороший. Этот Али, на самом деле, смотрю его бои, и приятно посмотреть, как он дерется, как он выступает, у него всегда есть дух. Заруба, он такой, не это. Молодец, спасибо, что он мне сказал про свой диплом, что будет по печени. Мы все лучше подготовимся, я говорю, у персика кофточка лоптек, просто. Нормально, нормально, молодец. У меня рука не поднимается, у меня левая специальная, она у меня здесь висит. Есть над чем работать, будем работать. Хочу поблагодарить и бойцовский клуб, и Владимира за ту возможность, которая была предоставлена. Хочу поблагодарить свою команду, Виталия Тарасова с ребятами, которые обеспечили полностью, создали идеальные условия для подготовки, спарринг-партнеров и так далее. Дальше больше, дальше будем работать. Совершенно очевидно, что застаиваться и простаивать нельзя. Иначе возникают вот такие непредвиденные тени на глазах. Ну, я чуть-чуть расстроился про игрушку Артема Тарасова. Видно было, что он не готов был к хауп-кикам, и ему нужно пересмотреть свою карьеру, потому что это рассчитывание на прием, который он обычно делает, да, на глаз красный с Ростовс. Стоит отметить хорошую работу Али и его брата. Они правильно подготовились к бою, делали то, что надо. Ну, в принципе, результат понятен. Ну, и, естественно, переживает Сергея Романова. Видно было, что он очень сильно расстроился, он готовился. Но, с другой стороны, мы как раз в какой-то момент дали возможность Крисанова себя проявить. И вот, по факту, новый медийный парень, который победил в Гран-при. Ну, естественно, момент с Виталием Минаковым. Я сильно запереживал, когда был от нокдауна. На самом деле, не то, что нокдаун, но чуть ноги шатнулись. Но, я считал, Виталий включился, и мы видим, какой результат. Ну, и, конечно, после отметки работы самого Артема Роффали, я очень рад за него. Он молодец, потому что у него еще не закончен датак с нашим делом, у него будет еще бой. И ему нужно было сейчас, у него долгий был простой, ну, как бы подраться, проявить себя. И вот, у меня получилось сунуть его на федеральном телевидении, и я рад, что он так появился. Очень красивый кадр был, когда он шел к русской трибуне, всегда кричали красиво. Артем Роффаль одержал победу над Виктором Барольным, будучи явным фаворитом, но все же достаточно... Да, вот я сказал, что когда пропустил по корпусу, он думал, что он выпрямит печень. Да, вот, достаточно жестко он там пропустил. Ну, я не считаю, что он выиграл бой, четко выиграл, просто, ну, да, пропустил удар, где-то, возможно, заигрался. Просто и основной его вид спорта – это ММА, и, наверное, мы будем его видеть чаще в ММА. Сейчас была такая возможность, он живой бой, мы его сделали, и я думаю, что он приобрел фанатов сегодня. Бой с Алихей и Батей – это интересная история? Ну, на руках. Или как будто бы это бойцы все-таки разного уровня? Да нет, Алихей и Батей, он, Иван Емельяненко в нокдаун отправил с Мухаммином Галмыковым, пускай показал там, ну, не выиграл, но дал противостояние. Нет, если это будет бой по классическому боксу, именно по классическому, то я думаю, что, смотри, именно, по боксу в моей перчатках, не знаю, это бой еще, может быть, покейбокс не был. Вот, вот, да, вот, если это будет… Али, это изначально с ушей сандапом, он, и такое возможно, возможно, в таком формате. Сейчас канал просто видел, чтобы на будущее была история, это не обязательно, что состоится прямо сейчас, через время, возможно, да, какой-то потерь. Ну, то есть для тебя это самое интересное именно по правилам кикбоксинга? Нет, для меня, так как я думал, что выиграет Тарасов, я предполагал, что будет бой Рофф и Тарасов, я не скажу, что он тоже был, на мой взгляд, конкурентный, там, Рофф и выше, как боец с уровнем. Сейчас сказать, что я там с нетерпением жду Роффу или Али, нет, но если ребята пораскрутят бой, подраскачают, то почему нет. По-моему, с Ильясом же дрался Роффой тогда по кикбоксингу, вот, если в таком формате сделать, то почему нет. Теперь хотел поговорить про Виталия Минакова, успешное выступление, успешный дебют после долгого простоя, можно так выразиться, да. Но все же тоже с проблемами, Оля Томпсон достаточно жесткий оппонент, ты уже сказал, что поволновался за Виталия, но в целом, вот сейчас с ним пообщался, он сильно доволен? Нет, он не сильно доволен, явно, что Виталий считает, что он еще тот молодой спортсмен, где-то, да, вот так у многих бывает в голове, но он как человек рефлексирующий, человек разумный. Но сейчас было видно, что когда мы вышли после долгого, он сказал, что да, получалось, ну, все, везде получалось на ногах подбирать дистанцию. Нокдаун, как мы сейчас посмотрели, он просто прозевал удар, не сказать, чтобы жестко было, да, но, как бы, я думаю, что справедливо отчитали. Но, опять же, если взять второй раунд, когда Виталий вышел уже и прогрелся, да, то там особо проблем никаких не было. Наверное, как бы главный герой этого боя, ну, на мой взгляд, это Али Томпсон, который, как многие его приезжают, бывает, например, пропустили удары, все, спали, да. А он до конца шел, до конца пытался, и мы получили хорошие спортивные состояния. Тебе понравилось? Да, это крутой бой, я считаю, что самый лучший гоптер, который у меня был, это Али Томпсон и Виталий Минаков. Ты говорил до этого боя, что на Виталия Минакова сейчас огромный спрос в России, что он, в принципе, из каждого промоушена, да? Ну, будем честны, это же понятно, почему, потому что он такой русский герой, у него правильная риторика, она понятная, ему 39 лет, он сам молод, он для многих является авторитетом, легенда, действительно, там, ММА. То есть, ну, он подходит под тот запрос, который сейчас есть у общества, мы видели, как сейчас, вот, после боя, они стояли с Владимиром Хриновым, давали интервью, этим сколько, 20-30 человек стояло, журналистов. Это показывали, никому столько не подходили, к тому же, Вячеславу Дацику, я не видел, чтобы столько интересов было, например, который здесь также возглавлял главные бои. Кстати, про Дацику я задал вопрос Владимиру Хринову, по поводу того, интересен ли был бой по боксу между Виталием Минаковым и Вячеславом Дацикым, учитывая, что Дацику досрочил Оли Томпсона. Тебе теперь этот же вопрос задает. Сдациком? Ну, я не могу сейчас тебе сказать, надо пообщаться с Томпсоном, Виталий, конечно, мы драться дальше по боксу, но это должны быть интересные деньги, наверное, чтобы сейчас идти в бокс. Какой промоушен сейчас для Виталия наиболее близкий и наиболее вероятный, скажем так? Ну, наверное, сейчас так, сейчас будет стоп, сейчас будет работать над ошибками, посмотрим, что с организмом, не получил ли травмы и так далее. Вообще мы вели до того, как я предложил подраться здесь на РНТВ, мы вели переговоры с РСС, и на самом деле был уже бой над бразильцем, но Виталий получил травму, он из-за этого перенес. Сейчас мы подрались здесь, РСС, я знаю, будет в мае большой турнир, но подеремся ли мы там, пока я не могу сказать. Я думаю, что нет. Чуть позже, но мне нужно будет получать стекла, например, когда займет какое-то время. Сейчас Владимир Хрунов назвал имя, и Виталий тоже его повторил, это Марк Хант, возможный вариант. Как ты считаешь, это самый громкий бой сейчас для Виталия Минак? Да, 100% вообще Марк Хант любим российской аудитории, у него такая ментальность правильная, здесь его любят Марк Хант, я сам был фанат огромный. Это было очень сложно в реализации, потому что Марк Хант у нас подписника, ну, контракт на голые кулаки, он будет отталкиваться от этого. Но то, что он репостнул наши записи с наших групп, там, ответил, мы видели, ну, показывает то, что какой-то интерес есть. Ну, и при мне Владимир Хрунов общался с его менеджером, ну, это не прямо сейчас, я не думаю, что это возможно, конец года какой-то стадион, вот, надо туда смотреть. А вот Хадис Ибрагимов, такой вариант в РСС не рассматривается, потому что он тоже последний бой провел там, в принципе, у РСС есть на него планы, как я понял, у РСС есть планы на Виталия Минакова, почему бы нет? Ну, во-первых, Хадис мне уже напрямую написал сразу, что делаю этот бой, то есть, как только об этом заговорили. Это одно из самых интересных противостояний с точки зрения тех людей, кто сейчас находится не на контракте у Hardcore или у того же ACA, да, топовые вытяжи. Прямо сейчас мне сложно ответить на этот вопрос, мне нужно будет пообщаться, это однозначно не дешевый бой, то есть, здесь должен выйти промоушен с конкретным предложением и дальше уже с Виталием и с его тренером Александром это обсуждать. Это интересно сто процентов, но это там не так вот, как здесь, на типа трое месяц узнали, вы что-то надо заранее знать, заранее готовиться и так далее, то есть, мне нужно пообщаться с командой на эту тему. А вот насчет промоушенов, которые общались по поводу подписания Виталия, ACA же там тоже наверняка присутствовал? Да, мы еще до этого общались с ACA. Какой-то конструктивный разговор был с ними? Да, был конструктивный разговор, которая проблематика в том, что ACA после не даст один бой, а Виталий нужно было вернуться, чтобы сейчас посмотреть в какой форме, поэтому на те условия, которые мне предлагали еще до нашего сотрудничества, он пока делал паузу, потому что он хотел посмотреть в какой форме и так далее. То есть, на мой взгляд, вот бой, который он сейчас провел здесь, да, это идеально для возвращения, то есть три по пять, это все равно чуть сокращенная дистанция, это руки, пускай это не его родной базовый спорт, но я думаю, что он сейчас прочувствовал публику и вернулся, вернулся достойно.